Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова. Я очень рада вас приветствовать! И сегодня в этом видео буду очищать сковороду от толстого слоя нагара. Сковорода у меня современная, с антипригарным покрытием. Ну, единственный образец, конечно, достаточно грязный. Здесь толстый слой закаменелого нагара, особенно вот в этом месте. Отмывать я хочу средством бытовой химии, без варки, без длительного кипячения. Надеюсь, что мой эксперимент будет удачным. Чистить я сегодня буду вот таким вот интересным средством. Ранее не встречала его ни в одном магазине. Купила в строй сельхозторге. Кто живет со мной в одном городе, значит продается он в торговом центре Рио. Специально взяла бутылочку с этикеткой. Средство стоит 82 рубля. Называется «Сверкающая сковорода» и работает это средство с одной минуты. Мне очень понравилось, что здесь честно написано, что сначала нужно образец нагреть и затем уже на горячий образец распределить это средство. В принципе, такие вот жирорастворяющие средства, они так и должны работать. Либо их нужно заливать в горячую воду, либо на горячий образец и постоянно добавлять средство, чтобы оно не пересыхало, чтобы постоянно контактировало с грязной поверхностью. Сковороду я замачивала в горячей воде ровно 15 минут. И на грязную поверхность наношу чистящее средство. Наносить буду обильно. Средство, кстати, достаточно жидкое, стекается. Оставляю для контакта на 15 минут. Найти меня и пообщаться вы можете на моей страничке в Facebook, группе Одноклассники, ВКонтакте и также на странице Яндекс.Зен. Поэтому, друзья, обязательно подписывайтесь. Итак, прошло 15 минут. Сейчас проверю, насколько мягким стал нагар. Я взяла вот такую вот металлическую губку. Я думаю, мне без нее не обойтись. И свой любимый скребок. Сильнее всего нагар вот в этом месте. Пока он мягкий, попробую его почистить. Попробую вот этот вот нагар. Он стал мягкий. Я прям чувствую немножечко подскребсти ножом. Смотрите. То есть он был закаменелый. В принципе, он счищается. Вот так вот сковорода у меня очистилась после первого замачивания. В принципе, неплохо. Бока вот эти вот вообще чистились хорошо при помощи металлической губки. В центре тоже очистилась. Вот в этом месте нагара стало меньше. Конечно, не до конца. Но все-таки это не кипячение, не варка сковородки. Это чистка антижира. Сейчас сковороду я вновь нагрею. И повторно нанесу средство. И также оставлю его на 15 минут. Ну и затем уже почищу. И будем оценивать окончательный результат. Приступая ко второму этапу чистки. Также начну металлической губкой. Ну вот, смотрите. Опять размят нагар. То есть нужно постоянно горячую сковороду на нее наносить средство. Счищать слой. Затем опять нагревать сковороду и так далее. До полной очистки. Друзья, вот такой вот результат. Очень хороший. Конечно, сковороду я очищала в два этапа. Но тем не менее, смотрите. С черной она превратилась в бордовую. Здесь был нагар полсантиметра. Он, в принципе, счистился. Остались погрешности. Конечно, удобнее сковороду кипятить. Но здесь не снимается ручка. И сковорода очень большая. То есть у меня нет такой кастрюли, в которой можно было бы ее прокипятить. И вот считаю, что в тех случаях вот такие вот средства, жироудалители, очень даже актуальны. Чистила я металлической щеткой, ножом вы все это видели. В два этапа и вот такой вот результат. Я, в принципе, довольна. Если вы скажете, что шуманит посправился быстрее, я не спорю. Шуманит работает наподобие, но у него очень резкий запах. Здесь же нет резкого запаха. И цена, конечно, у него хорошая. Наверное, раза в три дешевле шуманита. Единственное, консистенция здесь очень-очень жидкая. И обязательно нужно средство встряхивать. Потому что здесь есть какой-то осадок. И вот именно он должен работать. В заключение могу сказать, что если в продаже увидите средство, сверкающие сковорода, берите. Работает неплохо. Если сковорода у вас не сильно загрязнена, то вообще, мне кажется, нагар будет удаляться без проблем. То есть для ежедневного ухода за сковородами, внутри и снаружи, это средство идеально подходит. Мне понравилось. Значит, напишите, что это реклама на своем канале. Я очень люблю тестировать средства бытовой химии. Особенно малоизвестные марки. Что я сегодня и сделала. Получила вот такой вот результат. В комментариях пишите, понравился или не понравился результат. Я, в принципе, довольна. Но будет интересно узнать ваше мнение. Также пишите в комментариях, какие средства мне еще протестировать. С удовольствием буду исполнять ваши запросы. На этом у меня сегодня все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами была Марина Жукова. Скоро увидимся. Всем пока.